В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» на школьном стадионе Видновского художественно-технического лицея для мужчин старше 60 лет состоялась тренировка и товарищеский футбольный матч. Старт проекта был посвящен Дню пожилого человека, который отмечается в начале октября. Здесь приглашены люди, которые представляют общественные организации, это общество инвалидов, от общества перспектива. Общество перспективы – это бывшие военнослужащие, которые занимаются трудоустройством и помощь военнослужащим, ушедшие в отставку. Также солнечным октябрьским утром на зеленом газоне встретились ветераны спорта, которые уже давно вместе играют в футбольной команде «Союз» при городском центре спорта. Откликнулись охотно, потому что тренируемся два раза в неделю, один разочек поиграть. С какими-то новыми товарищами неплохо. Среди тех, кто вышел на игру – Виктор Старостин. В свои 74 года он по-прежнему в хорошей форме. Благодаря спорту Виктор Иванович наслаждается активной жизнью и всегда рад встрече со своими друзьями. Постоянные тренировки. Раньше, когда помоложе был, три раза в неделю, а сейчас уже в возрасте один раз было два раза, когда до 60 лет, когда мы еще выступали ветеранами за «Металлург». Одновременно с опытными спортсменами на другой половине поля играли юные жители округа. Там проходил детский футбольный турнир. Стоит отметить, что по накалу страстей матч ветеранов ни в чем не уступал состязаниям подрастающего поколения. Матч очень понравился. Особенно понравилось увидеть того, кого давно не видел, кто уже не ходит на тренировки по состоянию здоровья, а может быть по каким-то семейным обстоятельствам. А так все здорово, хорошо, спасибо большое, что организовали хотя бы встречу. Ну и побегали кто как смог, кто так и сыграл. Планируется, что такие тренировки и дружеские матчи для участников программы «Активное долголетие» станут проходить в муниципалитете на регулярной основе. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.